так всем привет огромный сейчас пришли в дом принимайте работу шо вы пену пока вы сделали вот это потом зашьется хорошо а пену когда можно вот эту будет срезать пусть пока стоит еще да у нее есть защитный слой чтобы влага в нее не впитывалась если сейчас срезать ну конечно те окна гляньте те тоненькие которые были тут просто конденсата там они прям мерзли но конденсат от того что внутри еще стяжка хорошо не высохла да а вот это я еще не буду сделать пусть еще постоить потом уже после этого всего потом когда штукатурить да давайте будем пробовать сначала открываешь потом ручка вниз и дверь открыта чтобы закрыть одним пальчиком ого який вони тяжелый это тут даже вот эти гляньте какие тяжелые это не это специальные петли что для тяжелых четыре штуки закрывать ну конечно эти те что ты это там они тряслись от эти двери открывается чтобы закрыть ручку вверх тогда полностью по перемену под всей длине закрывается тогда только проворачивается ключ он не дает ручки опуститься она как чтобы открылась хорошо теперь сюда ручку до касса вниз все и отпускает постоянно давайте с той стороны поднимся ну да она тоже плитка когда будет ставится да мы можем так закрыть они не захлопнутся о ну да они хорошо и видите как они хорошо стоят тут нигде не шатается не это я потом его заберу этот ключ не хорошо а это старые вы сняли стеклопакеты здесь да видите какие тут тоненькие но это очень тонкие гляньте те намного шире вот эти да это очень тонкие там это рамка вынесется и все что пойдем окна смотреть это я закрываю что ключ забирать или оставлять здесь забирать не дышать ручку вверх все это канал обчусь когда ты ручку вверх поднимаешь вылазить и вот замок и вот эти все закрываются в ответ на вас и она все закрылась ключ потом только фиксирует чтобы ручка не опускалась она теперь закройте вот она закрыта а теперь открываем раз все ушли и потом работает только язычок хорошо так это масло хорошо замок да да ну вот она вот и раз она дайте сильно вверх или чуть-чуть нет ну ты почувствуешь сам пора все я пускаю пускай ручку она пружине падает на место и закрываем все на один раз ну все товари хорошие конечно получше будет что пойдем окна смотреть ключи я забрал то на надо будет убраться еще вы начнем кухне они в принципе одинаковые но тут конечно это что за это замок от не за это были это от ворот это от ворота цены надо буду забрать это их забуду а вы уже поставили вот эти пластмассовые боковые штучки как эти у тебя ну вниз и закрыто в горизонтальное положение открыто в горизонт открываешь просто просто ну как они легко открывать полностью вверх а можно да так что они будут все вверх на себя вот до фиксы это фиксатора от сквозняка ты сейчас перечелку все дал так они больше не не открывается в это все теперь сюда вот так вот это называется микро щелевое проветривание у тебя еще есть что она немножко это да да и чуть-чуть щель идет а если нет то я вот так и закрываю до конца да и все ну ручки тоже хорошие плохие так опуски хорошие ручки не серена много эти окна трагольничек у тут стоит вот это и есть третий режим то есть ошибочно рожу есть эти режима просто так ставит это была моя замка не держит от это конкретный третий режим что его нельзя будет оттуда вытолкнуть не ну конечно окна намного лучше и даже смотрите что я хотел показать когда были вот эти тоненькие окна а тут было мокро намерзало потому что мороз было это а вот сейчас смотрите даже сухие подоконники видите это не не такие мокрые как те которые были но понятно что тут конденсат у нас будет текти ну да хорошо не хорошо что поменяли окна это намного лучше чем те что были там ним только в туалете да немножко меньше туалете они такие же самые дает а вот вы сняли этого и оставили и тут видите какой сухой а тогда было мокрое мороза потому что я буду каждую ручку и проверять я думаю что они все работают но вы же же все проверили когда я проверил да вот еще одна это тоже сняли отсюда те которые были еще они все работают да они намного толще чем тяну тут такая толщина там они уже не откроется эти да не хорошо потом под них вот тут сделать когда уже будет отопление уже такого конденсата тут не будет пошту поштукатуриться сделать хорошие вот эти подоконники такие какие-то можно и под дерево сделать из разные да и будет красиво а дорогие они это тоже хорошо там они все открывается что там еще одно окно осталось а если по не открывались две половинки только цепь дороже да стоило я думаю ни к чему здесь две половинки ну чё можно стал там нас на стремян куда да и все зачем тут тоже открывается все они закрывается ровно хорошо не прекрасно вышел намного лучше чем те окна которые стояли там не было зрительница писала говорила что вот что сейчас в украине не делает настоящих рехау германских что что какие-то подделки делают они смотрятся даже лучше чем те которые были с этим вот эти сосульки надо там она все это будет таять